В глубине комнаты на широкой и низкой постели все так же неподвижно на подушках лежала маленькая личика с закинутыми наверх сухими потемневшими волосами и пониже узенькая ладонь. Даша опустилась на колени перед кроватью, Катя едва слышно дышала. Спустя долгое время она проговорила тихим жалобным голосом. Который час? Восемь, Катюша. Подышав, Катя опять спросила, так же точно жалуюсь. Который час? Она повторяла это весь день сегодня. Ее полупрозрачное лицо было спокойно, глаза закрыты. Вот уже долгое время она идет по мягкому ковру длинного желтого коридора. Он весь желтый, стены и потолок. Справа, высоко из пыльных окон, желтоватый и мучительный свет. Налево множество плоских дверей. За ними, если распахнуть их край земли, бездна. Катя медленно, так медленно, как во сне, идет мимо этих дверей и пыльных окон. Впереди длинный плоский коридор, весь в желтоватом свету. Душно и веет смертной тоской от каждой дверцы. Господи, когда же конец? Остановиться бы, прислушаться. Нет, не слышно. А за дверями в тьме начинает гудеть, как пружина в стенных часах медленный низкий звук. О, какая тоска! Очнуться бы, сказать что-нибудь простое, человеческое. И Катя с усилием точно жалуясь, повторяла. Который час? Катюша, о чем ты все спрашиваешь? Хорошо, Даша здесь. И снова мягкой тошнотой простирался под ногами коридорный ковер. Лился жесткий, душный свет из пыльных окон. Издалека гудела часовая пружина. Не слышать бы, не видеть, не чувствовать, лечь, уткнуться. Скорей бы конец, но мешает Даше, не дает забыться. Держит за руку, целует, бормочет, бормочет. И словно от нее в пустое легкое тело льется что-то живое. Как это неприятно. Как бы ей объяснить, что умирать легко, легче, чем чувствовать себе это живое. Отпустила бы. Катюша, люблю, люблю тебя. Ты слышишь? Не отпускает, жалеет. Значит, нельзя. Девочка останется одна, осиротеет. Даша, что, что? Я не умру. Вот, должно быть, подходит отец, пахнет табаком. Наклоняется, отгибает одеяло. И в грудь острой сладкой болью входит игла. По крови разливается блаженная влага успокоения. Колеблются, раздвигаются стены желтого коридора, веет прохладой. Даша гладит руку, лежащую поверх одеяла. Прижимается к ней губами, дышит теплом. Еще минуточка, и тело растворится в сладкой темноте сна. Но снова жесткие желтые черточки выплывают сбоку из-за глаз. И чирк-чирк. Самодовольно сами по себе существуют, множатся, строят мучительный душный коридор. Даша, Даша, я не хочу туда. Даша обхватывает голову, ложится рядом на подушку, прижимается, живая и сильная. И точно льется из нее грубая, горячая сила. Живи! А коридор уж опять протянулся. Нужно подняться и брести со стопудовой тяжестью на каждой ноге. Лечь нельзя. Даша обхватит, поднимет, скажет, иди. Так трое суток боролась Катя со смертью. Непрестанно чувствовала она в себе Дашину страстную волю. И, если бы не Даша, давно бы обессилела, успокоилась.